всем привет добро пожаловать на канал у нас с вами сегодня парфюмерная тема и выпуск у нас будет посвящен мужскому аромату из недорогого фигмента для мужчин но аромат этот о котором я сегодня расскажу мне безумно понравился он еще кое о каком аромате напомнил я бы сказал что это даже конкурент или же можно если так вот мягко выразиться аналог или очень хорошая копия одного из известных нам с вами ароматов не буду сейчас заходить куда-то там далеко давайте все по порядку давайте мы сейчас с вами я вам расскажу на каком аромате я вам сегодня расскажу 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 вот тогда вот и дальше мы будем сами делать наши с вами выводы я вам расскажу свое свое впечатление расскажу вам чему посвящен этот аромат да какому ну осмелюсь так предложить люксовому сегменту и вы дорогие мои если вы знакомы с этой композиции если вы или носите или с ней знакомы с ним точнее с этим ароматом пожалуйста пишите мне в комментариях да не забывайте кстати подписываться на мой второй дзен канал там тоже скоро будет много всего интересного вкратце немножко если отступить от темы немножко объясню почему меня так долго не было в эфире просто был немножко занят ну даже не то что немножко множко вот был занят на работе поэтому не было возможности с вами пообщаться сейчас вот выдалась такая возможность сейчас все у меня устаканилось все нормально поэтому я друзья мои с вами я никуда не пропаду никуда не исчезну и буду периодически довольно таки часто баловать вас ароматами рассказывать вам про них ну и про многое другое что вы можете видеть на моем канале ну что друзья мои саживайтесь поудобней и давайте мы с вами будем обсуждать эту красивую картинку сегодня мы обсудим с вами вот эту вот замечательную композицию повторюсь замечательную ну судя по его картинке да отсвечивает просто лампа у меня это круглая здесь стоит да она отсвечивает судя по картинке вы прекрасно понимаете ну какому известному бриллианду известному аромату вот эта вот композиция посвящена да все вы догадались это правильно да это конкурентное окружение мужскому аромату lacoste 1212 бланк я с бланком знаком классная композиция я им в восторге я им пользовался какое-то время единственных отличие то что здесь написано лакос до евро люкс выпуск компании сер дженер да повторюсь и немножечко отличается на естественно дизайн флакон и сам флакон то есть если у lacoste он матово белый такой да то здесь он просто обычный такой вот пузырек но честно вам скажу честно скажу если даже его поставить на полку там куда-то вот то место где вы или я храним с вами дорогие композиции он никак не будет выделяться из толпы да мне кажется он даже вот вот по этому внешнему виду он также сольется с ними не то что он сильно сольется да он ну никак не будет сильно выделяться из толпы я бы так выразился то есть в принципе это может быть и если кто не разбирается не скажет что это аромат который купленной в ашане который стоит 350 рублей да то есть ну в пределах тысячи можно его оценить если чуть-чуть побольше да я купил в ашане за 350 а вот кстати я смотрел на некоторых сайтах он от 480 по моему и выше по звучанию по звучанию знаете я никогда его увидел я не честно скажу я сразу понял что это вот копия lacoste и естественно я сразу понял что надо брать не про меня незамедлительно даже не а его не слушая потому что ну я так понял что я не ошибусь в своем выборе но так как там стоял тестер конечно что плохо что не во всех магазинах если магазин оставляет тестер вот я нашел тестер послушал да он мне показался похожим на lacoste поэтому друзья мои кто пользуется вот этой вот композицией вот именно вот этим если у кого она есть обязательно напишите в комментариях мне очень будет интересно ваше мнение по поводу вот этого вот все вот этого аромата не знаю насколько он по нотам да по составу схож именно с lacoste но мне показалось что lacoste более такой изнеженный этот более такой знаете такой отдает немножко такой вот древесность в шипровость такую в легкую шипровость с зеленым акцентом ну как то так ну честно говоря очень очень похож не прям скажу что он не сто процентов но очень уловимое у него сходство то есть если вы нанесете этот парфюм на себя и пройдете по улице многие окружающие будут думать что на вас одет lacoste вот я бы так его сказал ну давайте придем к описанию к затесту и дальше вам про него расскажу семейство аромата древесные фужерные выпущен аромат в девятнадцатом году компании Sergio Nero символизирует аромат чистотой элегантностью свежестью подчеркивает благородство и непосредственность по поводу простоты я бы здесь не согласился потому что он не так просто хотелось бы да ну тоже хотелось бы не так он просто на самом деле как его описывает производитель он наоборот как бы да вот благороден такой вот интересный стильный и а как его еще можно охарактеризовать как и предлагательным притягивающие взгляды да аромат который ну да он узнаваемый соглашусь он узнаваем но это даже как и не портит эту позицию по поводу стойкости на мне он продержался три с половиной часа я считаю и причем я вы знаете как вот он именно насыщенным продержался первые где-то полтора часа потом он начал потихонечку оседать начал потихоньку уходить и уже в конце где-то часа через четыре я вот его слышал только если там знаете какой-нибудь легкий сквознячок или легкий терок я где-то там далеко-далеко улавливал нотки но в принципе это нормально для такого сегмента для такой ценовой политики это очень хорошая стойкость опять же хочу вам напомнить что у компании серо джонера очень много разных ароматов данная компания выпускает аналоги и вы честно говоря у меня к ним вообще никогда никаких претензий не было потому что мне они в принципе все нравятся да вот как они именно их делают у меня кстати есть коллекция несколько ароматов от серо джонера женских в том числе и про них с вами тоже обязательно как-нибудь поговорим вот именно про компанию даже может подберу несколько ароматов именно этой компании да именно серо джонеру и вам про них расскажу ну так давай вернемся к этому в начале композиции да вот в начале композиции слышна яркая нота грейпфрута которая в сочетании с розмарином и кардамоном придает аромату какой-то вот динамичность и свежесть далее сочетание туберозы и ланг и ланга в сердце уже добавляют аромату какую-то приятную сладость и легкую лиричность да в принципе есть какая-то такая лиричность в нем присутствует ну и в завершении композиции в шлейфе да как во многих и других ароматах дрейсная свежесть и также благородность витилера кедра и замши здесь присутствует замша что мне очень в этом нравится потому что я именно угадал кстати даже здесь наоборот и что хорошо здесь даже написано ноты написано само направление аромата сейчас я вам покажу одну секунду вот видите даже здесь вот можно смело прочитать даже что хорошо то есть когда вы уберете не знаете что здесь на обороте все это написано да что направление аромата древесно-фужины как я уже говорил начальные ноты грейпфрут розмарин кардамон в сердце туберозы и ланг и ланг и в базе замша витивер и кедр вот и стоит сайт serjanero.ru то есть если что то можно на сайт зайти и посмотреть любые другие композиции ну естественно производство производства произведено по заказу и под контролем компании Sergio Nero что очень очень хорошо да то есть уже есть ну уже доверяюсь как бы компании вот ну давайте будем его слушать ну да вот я вам говорю что здесь вот особый вот не отличишь от лакост есть только есть отличие да вот немножко это вот шифроватость такая вот чуть-чуть вот придымленность вот это вот деревяшечность деревяшечность с таким вот схоженностью потому что на мой взгляд лакост он более яблочный какой-то не нет не яблочный бру он более кедровый кипарисовый я бы так сказал да вот на мой взгляд он опять же такой на мой нот вот это да вот здесь уловимые нотки а именно лакоста то есть опять же не знающие люди они спокойно могут поймут что на вас одет лакост так что друзья моим ну не буду если университет долго затягивать очень классный мне он очень понравился безумно понравился я не пожалел что я его купил абсолютно не пожалел я его в целом буду носить причем и не только летом но и зимой и в помещении и на улице и везде и всюду ну можно и на выходе на повседневку как хотите как вам удобно то есть я вам скажу я вообще нисколько не пожалел приобретя вот эту замечательную композицию друзья мои ну вот так вот мы с вами сегодня вкратце так немножко пообщались небольшой у нас был с вами обзор я не думаю что нужно много времени чтобы обсудить именно композицию которая аналог того аромата который мы с вами все прекрасно знаем вот если были какие-то там вроде как знаете идет как бывает иногда направление той композиции в итоге слышим мы совсем не то что заявлено да и и не то что хотелось бы нам услышать если это идет аналог или окружение ну вы поняли о чем я бывает и такое поэтому здесь уже можно спорить обсуждать принюхиваться прислушиваться где-то там далеке все улавливать здесь ничего улавливать не надо здесь и так все понятно что это хорошая копия лакост л 1212 бланк честно вам скажу я очень доволен вот этим приобретением реально очень доволен и вам рекомендую друзья мои если кто не знаком сходите в ашан если вы там найдете но если найдете может где-то на другом сайте обязательно попробуйте хотя бы просто попробуйте потому что ну я считаю для 350 рублевого аромата 3 часа стойкости это очень хорошо плюс и звучание узнаваемое и он сам по себе приятен я бы еще знаете как его как это аромат да да вот один из немногих которые реально а поднимают настроение можно его еще так охарактеризовать то есть допустим если вам грустно или там вам скучно вы можете его нанести и сразу у вас как-то вот нельзя ну может повыситься настроение или как-то вы себя по-другому будете ощущать как-то вот знаете я бы сказал что этот аромат доброты вот вот доброты и дружбы вот вот почему-то мы с ним еще такие ассоциации да вот складываются не знаю почему но вот сейчас вот мне вот такой вот почему-то пришло в голову описание да то есть аромат который не только притягивает да к себе людей он еще олицетворяет вот этот такой вот дружелюбный подход к людям он там располагающий да он какой-то интересный а без всяких оттенков кстати не замыленный и не запененный не и спирта здесь на старте как такового я не слышу вот друзья мои спасибо огромное что были сегодня со мной такой вот у нас с вами был парфюмерный обзорчик оставайтесь со мной не забывайте про меня я тоже теперь с вами спасибо вам друзья мои что меня смотрите спасибо вам за ваши поддержки за комментарии за лайки да вообще за то что вы со мной я с вами прощаюсь мира вам добра тепла уюта нежности хорошее настроение будьте всегда на позитиве будьте будьте всегда добры к окружающим носите красивые ароматы делитесь со мной вашими впечатлениями я с вами прощаюсь всем хорошего дня всем хорошего настроения до новых встреч всем пока а